Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Борьба за прогрессивный коллективный договор». Ведет занятие делегат Российского комитета рабочих Дмитрий Вильшиев. Борьба за заключение прогрессивного коллективного договора сегодня является очень актуальным вопросом для рабочего класса России, который испытывает огромное давление по сторонам работодателя и государства, как комитета по делам буржуазии, как говорил Карл Маркс. И вот это обстоятельство, в общем-то, классовая борьба вынуждает рабочих начинать думать, что делать, искать выходы из сложившейся ситуации, терпеть поражение иногда, когда, ну, в общем-то, без коллективных действий, без организации мы видим, что рабочий класс теряет свои позиции. И вот недостаток знания, недостаток информации, да, что делать в этой ситуации, вот я бы хотел помочь рабочим восполнить, восполнить эти пробелы. Возможно, кто-то из представителей коллективов увидит эту лекцию, вот и также другие выступления наших товарищей из Фонда Рабочей Академии, из Рабочей Партии России. Вот, и как-то это придаст им сил, уверенности, вот, что нужно делать. Потому что когда, когда есть ответы, да, на вопросы, то есть, вот, время непростое сейчас, товарищи, и вопросов становится еще больше, вот. Вот, и вот, в связи с тем, что противоречия капитализма нарастают, вот, то есть, давление на рабочих только усугубляется. Как это проявляется? То есть, вот, ну, сейчас, значит, все знают, что идут действия, да, операция, вот, по деноцификации и демилитаризации. Ну, то есть, ну, скорее всего, оборонные предприятия будут, значит, увеличены, значит, объемы. А что это значит для нас, для рабочих? Это значит, что будет нагрузка на нас увеличиваться. Вот, и уже такие разговоры идут. Ну, начинается, как бы, про это самое, так, неофициально, но, как бы, намекать, что заказов много, вот, и будет больше. Вот. Начальство. В общем, все это, значит, все это подвигает нас к тому, что необходимо организовываться. Вот, ну, с чего же начать вот эту организацию, организацию коллектива? А начать ее нужно с написания коллективного договора, вот, который является вот креугольным камнем борьбы. То есть, неорганизованные рабочие, ну, не всегда даже это и коллектив, как мы сейчас вот знаем, что общество расколото, коллективы дробятся там, ну, пропаганда буржуазная, то есть, нужно мобилизоваться, вот, сплотиться. Вот это наше единственное оружие, а сплотиться нужно, ну, сплочение, я имею в виду, вот, сплотиться необходимо вокруг написания коллективных договоров на своих предприятиях, договора, вот, на каждом отдельном предприятии. И, как говорили наши товарищи, вот, что коллективный договор – это конституция, конституция предприятия, ну, в отдельно взятом предприятии. И это то, что мы действительно, через что мы можем повлиять на ситуацию? Улучшая положение свое, мы улучшаем положение всего общества в целом, оздоравливая экономику, значит, ну, не хочется сейчас уходить вот в политические, да, и экономические проблемы государства, да, хочется больше, значит, сконцентрировать внимание на борьбе за заключение коллективного договора. Вот, ну, то есть, какая еще тут мотивация еще очень важна, что, ну, мы видим, как бы, правительство, да, я вот что хотел сказать, что правительство наше, вот, значит, значит, ну, делает какие-то шаги, значит, неправильные, да, там, ну, допустим, вот, то, что золотовалютные резервы, да, нашей страны, да, хранились в заграничных банках, да, у потенциального противника, вот, то есть, это вот такие вот, ну, по сути, это же наши деньги, там, да, да, которые изъяты, вот, из, с помощью прибавочной стоимости, да, это все, все это, ну, приводит, ну, наводит на мысль на то, что правительство, ну, как бы, где-то далеко, значит, и от наших проблем, от наших, вот, не даже, ну, свои проблемы-то, свои дела не могут толком вести грамотно, да, а нас рассматривают, нас, рабочих, рассматривают, как, значит, средство для достижения своей прибыли и не более того, вот, поэтому только-только в наших силах, в наших руках и наше улучшение, да, нашего положения, то есть, вот проект, да, с чего начать? Проект, проект обычно пишет несколько человек, может быть, один человек может написать проект, вот, проект должен быть прогрессивным, в первую очередь, вот, потому что проект проекту розни, вот, уже, наверное, понимаете, что, ну, проекты могут быть разные, могут, ну, они должны улучшать, по своей, значит, сути, должны улучшать положение относительно трудового кодекса, вот, но, насколько они могут улучшать его, это уже вопрос самих работников, то есть, работодателей никто не принесет на блюдечке ничего, значит, никаких подарков и улучшений, да, вот, когда нам повысят зарплату, многие спрашивают, там, у представителей администрации, ну, как бы им, впрямую, ничего, нечего им сказать, что, ну, вот, вам повысили же, там, на 5%, да, а вредность забрали, вот, ну, в общем, вот, такая вот история, вот, так что для того, чтобы оформить свои требования, да, чтобы понять, что мы хотим, вот, необходимо составить проект, проект коллективного договора. Есть, значит, программа «Задачи коллективных действий», которая написана в Федерации профсоюзов России, вот, он сейчас входит в НПР, вот, эта программа включает в себя положение, прогрессивные пункты, улучшение жизни работников. Этой программой можно пользоваться при составлении коллективного договора и рекомендуется пользоваться, вот, поскольку положения, которые там освещены, они существенно улучшают положение работников, они включают в себя требования о 6-часовом рабочем дне, сокращение рабочего времени до 6-ти часов, без понижения заработной платы, значит, доведение цены рабочей силы, то есть зарплаты до ее стоимости, вот, которая по, ну, по расчетам, по расчетам, вот, московские товарищи считали там, там под 300 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас вот не скажу точно, вот, по Москве считали. Ну, и сейчас, поскольку все дорожает, инфляция, инфляция – это не какое-то стихийное такое бедствие, что вот инфляция там откуда-то, да, она, значит, на нас, значит, обрушилась, да, и вот мы только разводим руками, да, что вот. Нет, это управляемые процессы, в общем-то, это поднятие цены на все товары, кроме товара рабочей силы. Вот, и вот важно понять, что цену рабочей силы поднимает не работодатель, поскольку он в трудовых отношениях, он является стороной покупающей рабочую силу, вот. А мы же рабочие работники продаем свою рабочую силу, поскольку живем при капитализме, и это определение дал Карл Маркс, значит, что капитализм – это, значит, такое товарное хозяйство, при котором рабочая сила становится товаром. Это очень важный момент. Вот это рабочим тоже надо очень хорошо усвоить, что если мы продаем рабочую силу, ну, так и логично же, что мы цену сами должны устанавливать, вот. И, ну, как бы наивно думать, что покупатель будет платить и повышать цену, да, товара, который он покупает. Вот. И вот, исходя из этого, эти пункты, да, о повышении заработной платы, да, должны быть включены. И не просто повышение разовое, да, вот, как, допустим, производится там, ну, индексация, да, проводится, да, иногда, там, раз в пять лет, может быть, хотя оно должно каждый год проводиться, вот, там, 5% там добавят, вот. Нет. Это, значит, должна, повышение должно превышать уровень инфляции на, как минимум, ну, 3-5%, вот. Вот, чтобы был рост, чтобы было улучшение для работников. Ну, иначе, иначе все равно, все равно инфляция очень быстрая съедает наши денежки. Вот. Так что, этот пункт обязателен тоже, включение, да, в прогрессивный коллективный договор. Надо понимать, что борьба за заключение прогрессивного коллективного договора – это не какой-то, там, произвол работников, или, там, ну, значит, что-то незаконное, что-то такое, ну, как пара по телевизору, да, вот мы смотрим, там, Франция, там, где-то еще, Европа. Это самое, все кипит, все бурлит. Ну, ну, я не про эти самые, там, да, ну, уличные акции, там, это другое дело. Но сейчас не об этом, и это, как бы, немножко другое. Ну, вот, эти самые, допустим, во Франции, там, провели федеральную забастовку, да, то есть, это огромное число людей участвуют в этом мероприятии, организовано очень все серьезно. И мировая общественность, она, ну, это обычная мировая практика, забастовочная борьба. То есть, мы, к сожалению, ну, к сожалению, я не знаю, как, в общем, ну, так сложилось, что мы, вот, значит, жили в Советском Союзе, воспитывались там. Очень многое из того, что я застал, допустим, очень много, ну, хороших моментов таких, хотя я, в принципе, и не жил при коммунизме, как говорится, настоящем. Вот, ну, вот, даже тот, значит, перестроечный период, доперестроечный я застал, очень хорошо помню. Вот, и, но, к сожалению, нас не учили этому, вот, не учили нас организовывать коллективные действия, значит, против, вот, значит, капиталистов там, да, и, и вот сейчас вот только, сейчас только приходится учить эту, эту грамоту, эту азбуку, вот, а, собственно, выбор это другого и у нас нет у рабочих, ну, вот, по большому счету, ну, там какие-то плюс-минус частные какие-то, может быть, какие-то улучшения, там, не знаю, но, ну, я говорю о классе, да, о положении рабочих, там, да, вот, в целом, вот, и, вот, собственно, поэтому, когда начинаешь в это дело вникать, погружаться, что для улучшения положения работников нужно рабочих, нужно, значит, изучать вот законы, изучать трудовой кодекс, вот, без этого никак, то есть, это же, ну, субъекты, да, действуют субъекты, вот, то есть, чтобы, чтобы стать, да, да, ну, в юридическом поле, вот, вот, чтобы стать, значит, субъектом рабочим, необходимо пройти эту школу, вот, и организовать, значит, организовать себя, свои коллективы, вот, значит, иначе, как бы, ну, просто мы, просто, ну, тогда мы, если без организации, то мы просто объекты, которые эксплуатируются, и, ну, в такой ситуации наше положение, ну, падает, там, до уровня, как бы, ну, выживания, да, вот это никуда не годится, вот, и для этого, для этого, значит, вот, вот, в Трудовом кодексе, вот, существует, такие, такой раздел, вот, там, значит, по по коллективным действиям, по коллективным договорам, то есть, все это, все прописано, вот, то есть, в принципе, все достаточно четко, все пошагово прописано, вот, но как-то вот почему-то мало пользуется, то есть, до этого доходит, вот, наш рабочий класс сегодня, ладно, значит, и, чтобы начать, значит, борьбу, нужно иметь коллективный договор, вот, я уже сказал, вот, он написан, допустим, да, вот, он написан, ну, вот, у меня сейчас он еще в стадии доработки, вот, с товарищами, значит, мы сейчас взялись его еще, ну, привести, в общем, должное состояние, вот, дело это серьезное, поэтому, ну, выходить уже надо с чем-то, ну, таким, тоже серьезным, продуманным, то есть, и иметь четкий план действий. Вот, значит, законодательство, да, допустим, вот договор, да, есть коллективный договор, значит, из него делается выжимка, то есть, прогрессивный коллективный договор, из него делается выжимка, это на одну страницу печатаются, значит, основные положения, которые, вот, коренным образом, ну, вернее, не коренным, но, как бы, короче, вот, самые, самые хорошие, самые такие сильные стороны этого договора выносятся, вот, на этот лист, который называется выжимкой, и идет работа с коллективом, вот, это, в общем-то, самый, такой, я считаю, важный этап, вот, в этом деле, вот, расположить, убедить, значит, коллектив привлечь их на, ну, на свою же сторону, то есть, ну, на себя, то есть, заставить, ну, не то, что заставить, как бы, убедить, убедить коллектив, да, что это нужно всем, это улучшить положение всех работников, что, вот, принятие этого коллективного договора, вот, улучшает положение всех, вот, и начать, да, распространить, то есть, нужно распространить эту выжимку, значит, среди всего коллектива работников, вот, ну, а дальше, значит, заручившись поддержкой коллектива, коллектива, значит, переходить, значит, да, собрать подписи, собрать подписи нужно за поддержку этого, значит, коллективного договора, значит, ну, для этого, значит, проводится собрание, коллектива, вот, что, в принципе, бывает затруднительно в разных условиях, там, бывают люди разбросанные в разных местах, там, либо большие цеха, там, допустим, где-то, ну, трудно собрать коллектив, допустим, там, тысяча человек, да, или пятьсот человек, вот, поэтому можно собирать их по частям, по подразделениям, собирать подписи, также, в поддержку принятия проекта коллективного договора. Когда эта процедура, значит, пройдена, тогда можно выставлять требования, требования работодателю, вот, значит, значит, вот, при, вот, при сложившейся, значит, вот этой законодательной базе, да, где, где процедура достаточно, ну, усложнена, затруднена, вот, буржуазными, вот, юристами, да, которые составляли этот коллективный, ну, этот трудовой кодекс, значит, вот, в связи с этим, вот, предпочтительно, как, считают специалисты фонда рабочей академии, вот, предпочтительно, значит, бороться за принятие коллективного договора в целом, вот, то есть, чтобы не увязнуть вот в этих бесконечных переговорах, там, да, чтобы это, вот, не затянулось и не погас, как бы, вот, запал, да, вот, то есть, желательно пройти, да, эту, этот этап, значит, побыстрее, вот, и, значит, для этого, вот, да, желательно, значит, да, и собирать подписи тоже за то, чтобы принять проект полдоговора в целом, вот, значит, после того, как, значит, требования направлены работодателю, значит, рекомендуется их отправить по почте, вот, с уведомлением, с уведомлением о вручении, вот, и с этого момента уже, когда уведомление получено, в течение двух дней работодатель обязуется ответить, ответить на это требование, значит, ну, тут возможны варианты, возможно, он, ну, что, скорее всего, будет, что, значит, требования не будут удовлетворены, вот, поскольку, ну, поскольку это, ну, ни один работодатель не пойдет на такие добровольно, да, значит, на такие действия, которые, вот, улучшат положение работников вот таким, вот, серьезным, значит, результатом, ну, вот, поэтому без борьбы, конечно, рабочим не улучшат свое положение, это надо очень хорошо усвоить рабочим, что забастовка, это главное и, пожалуй, единственное, ну, по большому счету, конечно, там, возможно, какие-то улучшения, там, частных случаях, там, да, в судах, там, где-то можно восстановиться на работе, можно, там, добиться, ну, как, если, допустим, кого-то обидели с премией, там, да, профсоюз работает, помогает, то есть, это тоже важная работа, вот, но, вот, корень всех, да, вот, всех улучшений, это, вот, в коллективном договоре и в борьбе за него, значит, работодатель может вообще проигнорировать, ничего не ответить, но это ничего не значит, это все, это означает то, что, значит, он против, да, то есть, против принятия этого проекта, вот, далее, значит, и, как только, как только, значит, уведомлением мы получили, да, прошло два дня, значит, и вступает в силу коллективно-трудовой спор, вот, да, но тут еще надо сказать, что, возможен еще вариант, что он, он примет какую-то часть, да, ну, незначительную, скажем так, да, приемлемую для него, вот, часть коллективного договора, вот, ну, и тут еще возможен вариант, что мы будем требовать принятия пунктов, пунктов, которые не приняты, значит, работодателем, да, тогда, тогда, тогда будет борьба вестись за, за проект изменения действующего коллективного договора, вот, что, в общем, тоже, тоже хорошо, вот, тоже, это вариант, значит, коллективно-трудовой спор, да, начинается коллективный трудовой спор, вот, ну, это такая процедура, в общем-то, которая тоже все это имеется, вот, в трудовом кодексе, значит, и одна из, один из этапов, это, примирительные процедуры, процедура, то есть, вначале создается комиссия примирительная, вот, значит, ну, представители работодателя, тут представители работников, вот, за столом, решают вопросы, там, разговаривают, значит, у нас свое, вот, у нас то, вот, мы хотим это, значит, работодатель, ну, вот, разводит руками, там, ну, и так далее, в общем, вот и разговоры, разговаривают, пытаются договориться. Ну, понятно, что эта процедура такая, в общем-то, ну, довольно формальная, потому что, ну, тоже наивно ждать от работодателя, что он, значит, с легкостью, да, это, значит, с беседой, там, да, с чашкой кофе, значит, это самое, ну, все подпишет и удовлетворит требования рабочих, вот, поэтому, в общем, относиться надо к этому, ну, формально, это нужно пройти, вот, еще Михаил Васильевич говорил, что, вот, в эту группу лучше включать самых таких вот, ну, как сказать, беззубых, что ли, ну, нехорошо так говорить, ну, в общем, как таких вот, кто вот хочет все миром, кто хочет миром, да, вот, разговорами, кто хочет разговорами уговорить работодателя, да, и, значит, войти в наше положение, ну, как же, вот, вы не понимаете, там, это самое, когда вы нам повысите зарплату и так далее, вот, ну, то есть поговорить, ну, и все, прошли эту стадию, вот, значит, очень важно в этих вопросах, значит, все, все задокументировать, все запротоколировать, сложить папочку, там, не договорились, ну, хорошо, не договорились, все, папочка, значит, есть, подписали, значит, это самое, все, дальше поехали, вот, а дальше, а дальше другой этап примирительных процедур, это, значит, представитель приглашения посредника, да, да, приглашение посредника, ну, посредник тоже, может быть, работодатель может позвать своего посредника, тогда работники откажутся, да, подписывать, вот, работники пригласят своего посредника, работодатель откажется подписывать, ну, это понятно, в принципе, ну, посредник, он, ну, не с улицы же там прохожего какого-нибудь позвали, вот, то есть он заинтересованное лицо, вот, и, значит, тоже так же мы это проходим, все записываем, протокол там, все, значит, это ведется, подписали, не подписали, вот, значит, и третий этап, это арбитраж, где в качестве третьей стороны является государственный орган, то есть представитель, представитель государства, ну, это тоже, в общем-то, аргумент в пользу отказа, да, это то, что, ну, государство является тоже заинтересованной стороной, интересы работодателя, в общем-то, защищает, поэтому просто мы это все оформляем и двигаемся к забастовке дальше, вот, значит, ну, и как, в общем-то, понятно, что эти разговоры не могут привести к результатам, да, удовлетворяющим работников, потому что, ну, никакими разговорами невозможно убедить капиталисты расстаться со своими денежками, никакими, и убеждениями, не знаю, ну, там, с отрисанием воздуха и прочими действиями, вот, с такими, в общем-то, эмоциональными, там, или какими-то другими, в общем, этого не добиться, это тоже, надо очень четко все понимать. Ну, и дальше идет подготовка к забастовке, то есть, опять нужно проводить собрание о проведении забастовки, вот, о решении, значит, проведении забастовки, вот, и там назначается забастовочный комитет, забастовочный комитет, и забастовочный комитет принимает решение, значит, о форме забастовки, значит, рекомендуется бессрочная забастовка, почему бессрочная? Ну, потому что, потому что классовая борьба никогда не прекращается, вот, она бывает усиливается, бывает, значит, спады там, но эта борьба всегда идет, вот, и если коллектив не осознает этой борьбы, не ведет эту борьбу, это не значит, что она кончилась, или там ее прекратили, нет, она идет, и давление продолжается, и работники будут терять свои завоевания, там, прошлое завоевание, там, и даже настоящее завоевание, как вот показывает, да, опыт докеров, что прекратив, да, вот это движение, да, забастовки, да, они многого добились, очень многого, да, это вот, ну, но без борьбы это, эти завоевания уходят, то есть это все, ну, не все, но теряется многое, теряется, то есть рабочим нужна мобилизация такая, то есть вот быть в состоянии таком вот чуть что, вот сразу вот мы начинаем забастовку опять, вот, то есть и законодательство это позволяет, уже не проходя вот эти, значит, процедуры, да, промерительные, там, переговоры, сразу возобновить запастовку, вот, это очень хорошо, потому что, ну, большая работа проделанная, да, зачем же опять ее проходить заново, вот, с таким трудом, значит, ну, вот уже то, что достигнуто, закрепить и быть на чеку, вот, что, что вот как бывает, допустим, вот даже заключили, допустим, там, хороший договор прогрессивный, заключили, но ведь, ведь мы знаем, что, вот, закон это, закон одно, а выполнение закона это совсем другое, и та же индексация, там, у нас прописана в договоре, а что, ее проводят? Нет, не проводят, годами не проводят, вот, то есть, а почему, вот, вот, если была у нас запастовка, хотя бы, вот, одна, когда-то, ну, у нас не было запастовок, поэтому, поэтому и так вот, и работодатель позволяет себе так вести себя, ну, его можно понять, а почему это самое, ну, какие аргументы, да, какие аргументы для того, чтобы повысить, значит, зарплату, там, и улучшить положение, ну, вот, а аргументы такие, что, вот, если вы не согласитесь, то мы начинаем забастовку, ставим вас в известность и начинаем забастовку, вот тогда, вот тогда уже по-другому работодатель будет относиться, да, вот, как-то к этим, вот, положениям, которые подписаны уже, вот, и уже подумает, а надо ему это нарушать, нарушать этот договор, вот, поэтому забастовка – это, ну, оздоровление вообще, оздоровление и коллектива, потому что в процессе забастовки и подготовки забастовки коллектив сплачивается, вот, и это то, что как раз сейчас вот не хватает, не хватает людям, которые, ну, рабочие, вот, разрозненные, вот, опять же, да, не буду повторяться, вот, то есть, вот, забастовка, значит, она бессрочная и частичная, значит, а частичная – это означает, что один час, вот, один час мы не работаем в день, вот, тоже это неплохо, во-первых, и для кармана для нашего, потому что этот час не будет оплачиваться, ясное дело, ну, и вот, и, ну, в общем, вот так вот, да, и можно прекратить, опять же, забастовочный комитет вправе прекратить забастовку и также возобновить, вот, значит, и когда мы собрали 50 плюс 1, значит, процент работников за проведение забастовки, определили, значит, с формой ее, значит, ну, тут, значит, тоже, ну, различные тактические, значит, варианты, там, у каждого предприятия, значит, ну, свои условия, вот, как ее проводить, как, вот, значит, эту забастовку, вот, но вот еще интересно то, что во время забастовки забастовочный комитет несет ответственность, материальную ответственность за, ну, за порядок на предприятии, вот, то есть это уже, ну, понимаете, тоже это действия, которые, вот, укрепляют власть рабочих, укрепляют, вот, наше положение, вот, то есть, значит, какие еще, какие пункты, да, вот, хотелось немножко вернуться назад, да, вот, прошла недавно конференция, вот, в Нижнем Новгороде, вот, товарищ Золотов там выступал, другие наши товарищи, вот, и хотелось бы тоже, вот, из его выступления, вот, подчеркнуть то, что в связи с ухудшением и донести тоже, вот, до рабочих, что в связи с экономической такой ситуацией сейчас сложной, вот, то есть, ну, актуальным требованием является требование сохранения занятости, вот, поскольку предприятия уходят, ну, вот, все мы сейчас это видим, закрываются иностранные предприятия там, и, значит, возможно, из-за каких-то, там, санкций, там, вот, тоже будут, будут предприятия терпеть убытки, вот, значит, ну, и тоже работодатель, ну, и знаем, что он делает в таких ситуациях, либо сокращает работников, вот, либо вообще банкротит предприятие, вот, поскольку невыгодно становится, ну, ему это делать, и он, ну, я не знаю, за него не буду, там, тему развивать, что у него там в голове, у него в голове прибыль, понятно, что если здесь не получается, у него уже, ну, нужно куда-то другое место захочет вложить эти деньги, и там, и там получать свою норму, прибыль, а это самое, ему все равно, что будет с этим заводом, вот, а нам не все равно, нам рабочим, куда мы пойдем работать, что-то, много заводов, что ли, да, у нас сейчас это самое, вот, поэтому, вот, надо этот вопрос тоже обязательно коллективный договор включать, это, значит, согласование, все, что касается, значит, занятости работников, все через согласование, то есть писать, согласование с профсоюзом, согласование с профсоюзом в коллективном договоре, вот, то есть, ну, это какая-то защита, то есть, ну, защита работников, чтобы вот эта реорганизация, там, значит, доступ у профсоюза или, ну, комитета забастовочного был доступ, значит, к планам предприятия, да, к его, ну, то есть держать руку на пульсе и участвовать, вот, ну, это уже участие в управлении, вот, ну, такое, первое, так сказать, начальное, то есть, для этого надо знать реальное положение, потому что денег, ведь, понятно, никого нету никогда для нас, вот, а это самое, на самом деле, как оно, вот, можно посмотреть, и для этого это должно быть записано, вот, значит, в проекте, значит, вот, и такие элементы рабочего контроля, то есть, вот, вводить надо тоже в коллективный договор, вот, ну, вот, как, как я уже говорил, да, что, вот, конституция, коллективный договор, да, вот, то есть, вот, чтобы не было таких вот проколов, да, как вот у нашего правительства, да, а вот, если бы, если бы были там, может быть, рабочие, да, вот, вот, где-то, там, вот, в правительстве, или, там, как-то, вот, рабочие могли бы контролировать эту ситуацию, или нас бы спросил кто-нибудь, вот, ну, вот, тогда, может, таких бы и не было, да, то есть, чтобы не допустить, вот, таких, значит, ляпов, как, вот, как, значит, в правительстве, так же и на предприятии, то есть, рабочие кровно заинтересованы, вот, в сохранении своего рабочего места, вот, завода, на котором они работают, больше заинтересованы, вот. Поэтому, вот, это, да, такие вот вещи надо включать и контролировать. Для этого нужно время, вот, время свободное, чтобы вообще всем этим заниматься, нужно время. Поэтому, вопрос о сокращении рабочего дня не должен сниматься с повестки, иначе получается замкнутый круг, то есть, нет времени этим заниматься, а не занимаемся, значит, его снимем, мы не там. Вот, поэтому, вот, тоже, да, вопрос, и это возможно, да, да, даже в условиях санкций, в условиях, вот, такого спада, да, производства, такие возможности есть, вот, ни для кого не секрет, что, ну, может, кто-то не знает, вот, что за один час мы вырабатываем заработную плату, вот, свою, да, а остальные семь часов мы создаём прибавочную стоимость капиталисту, создаём им прибыль, вот. Поэтому резервы для движения в сторону, вот, улучшения есть, вот. Ну, и также включать, включать положение, которое будет улучшать, значит, ну, как, вот, завод должен быть современный, то есть, он должен быть конкурентный, конкурентоспособный на рынке, вот, ну, на мировом, да, вот. То есть, иначе, значит, тоже делов не будет, таких успехов, в общем-то, экономического, вот, у предприятия, вот, нужно внедрять технику, ну, а, то есть, тоже, а кому это надо? Нам надо рабочим, чтобы в хороших условиях работать, на современном оборудовании, вот, учиться, развиваться, вот, а для этого нужно, вот, тоже как-то простимулировать, подтолкнуть работодателя к этому, потому что он, вот, он мнётся, он, ну, как бы, ему и так нормально, он и так прибыли получают большие, и вкладываться, это же деньги большие тоже, вот, тоже, это нужно тоже, значит, требовать, вот, обновление, значит, старых станков, значит, оборудования, там, инструменты, это всё-всё-всё-всё, это повод для занесения этого, значит, коллективного договора. Ну, также, значит, хочется сказать, что, возможно, кто-то скажет, что сейчас вот такое время, там, как-то там надо это самое, поддержать работодателя, вот, значит, в этом, что нагрузка увеличится, значит, надо сейчас затянуть пояса там, поднапрячься, подналечь, но, товарищи, сейчас не военного времени никто не объявлял, вот, никакой у нас войны нету, поэтому, поэтому всё в штатном режиме, вот, работаем, и, вот, значит, пока всё хорошо, и, дай бог, вот, в этом плане, вот, так и будет, вот, значит, чтобы никто не говорил, что там, что это за саботаж, да, такой вот, это само, нет никакого саботажа, это нормальная борьба за наши интересы коренные, вот, поэтому, вот, значит, значит, это тоже, всё это прописано в Трудовом кодексе, вот, в соответствующих статьях, какое, значит, время, и что можно проводить, что нельзя, вот, да, так что, вот, наверное, это, наверное, основное, что я хотел сказать, я сказал, товарищи, ну, хочется сказать ещё в заключении, что улучшение положения работников или спасение утопающих, это дело рук самих утопающих, никто, никто не принесёт нам освобождения, улучшения на блюдечке, да, и ни бог, ни царь, ни герой, а добьёмся мы освобождения своей собственной рукой товарища, давайте бороться, давайте заключать, давайте объединяться, вот, и по мере того, что, то есть план этот, план этот обрисованный, да, вот, вкратце, который я здесь обрисовал, это, в общем-то, он, ну, как сказать, он очень грамотный, то есть грамотно составлен, он взят не просто там откуда-то из головы, а из опыта, из опыта, из научных разработок, вот, это наука, вот, не хухры-мухры, в общем, поэтому, и, в общем, всё, если всё сделать грамотно, то всё получится, я вот и верю, и уверен в том, что, если придерживаться этого плана, всё, выполнять его, то рабочие победят в этой борьбе, вот, в любом случае, даже проигрыш, это, ну, огромный, это опыт, это опыт, то есть, что-то получится, что-то, может, не получится, что-то не так, как хотелось бы, но, когда люди борются, то они побеждают, рабочие, да, рабочие борются, опыт, опыт и исторический, и современный опыт, современная Россия показывает, что, и если люди по-настоящему взялись за дело, рабочие взялись за дело, сплотились, объединились, то они побеждают, вот, это факт, так что, товарищи, пожелаю всем успехов в этом деле непростом, вот, и если для победы рабочего класса нужно изучить, там, законы, там, или что-то, там, какое-то освоить, юридические какие-то вопросы, но это не такая высокая цена, на самом деле, вот, всё это возможно, и боги горшки обжигают, как говорится. Спасибо за внимание. Почитаете ли, могу почитать? Да, я почитаю. Вопрос, значит, примеры коллективных действий, кроме забастовки. Ну, и по одному тогда, сейчас, примеры коллективных действий, кроме забастовки. Ну да, спасибо за вопрос, это итальянская забастовка, тоже вот, распространённый метод борьбы рабочих, это когда, значит, работники выполняют работу по правилам, то есть работают согласно инструкциям, согласно, значит, нормам, вот, значит, техники безопасности и прочими, прочих, значит, норм. Ну, допустим, вот у нас прошла тоже недавно такая небольшая борьба, вот, к сожалению, результата мы не добились, вот у нас всё равно этот солод прошёл, и там мы написали письмо директору, что эти нарушения все перечислили, вот, ну, там была назначена другая комиссия внутренняя, заводская, там ещё тоже они посмотрели, ну, вроде как есть эти самые факторы, но в пределах, в пределах нормы, то есть у нас 3,2, теперь упало до 2, вот, то есть, ну, приемлемые условия, вот, и в итоге мы лишились, вот, вот, лишились, значит, вредности, ну, как, ну, с точки зрения работодателя лишились вредности, а мы лишились отпуска, лишились, значит, надбавки 4%, вот, и там ещё эти малышные продукты, сколько человек на вашем предприятии согласны бороться за колдоговор, да, согласен бороться за колдоговор, насчёт, насчёт количества, затруднюсь точно сказать, но, наверное, думаю, ну, 500, не меньше, да, вот так, а может и больше, может 1000, а сколько у вас сил? Откуда, я знаю, мне же никто не, я что, считал, что ли, всех, ну, мне цифры эти никто не даст, ну, не даёт, может быть, где-то есть эта информация, как бы, я не знаю, ну, так, на скидку, я просто так вот, ну, чисто, ну, по своим наблюдению могу сказать, а так, ну, примерно, вот, а бороться, да, слушайте, ну, а что делать-то, ну, ну, во-первых, я, я и, ну, партия состою, вот, и это наша основная задача нашей партии, да, это улучшение положения, вот, рабочих, да, рабочая партия России, как же не бороться, надо бороться, буду, да, значит, считаете ли вы необходимым теоретическая подготовка работников к профсоюзной борьбе? Ну, вообще, конечно, неплохо было бы, чтобы не наломать дров, чтобы это движение не свести на нет, да, то есть, вот, практика показывает тоже, что где была попытка, да, проведение коллективных действий, неудачная попытка, да, потом на какое-то время устанавливается такой вот режим движения с земли, то есть, ничего не происходит, у людей опускаются руки, и, ну, как бы, какое-то время, может быть, вот такой спад, это негативно влияет потом в дальнейшем на, ну, вот, на ход борьбы, вот, то есть, это самое, коллектив не верит, да, это, вот, то есть, нужны победы, вообще, вот, хочу сказать, что рабочим нужны победы, даже пусть, ну, какие-то маленькие, вот, которые бы придали силу, вот, силу, да, вот, что вот получилось что-то, да, что-то получилось, можно, мы сплотились, мы, значит, чувствуем плечо, чувствуем солидарность товарищей, можно идти дальше, вот, а это вот сейчас, ну, дефицит, и, как бы, очень это важно, очень ценно, даже маленькие победы, они, вот, хорошо влияют на, ну, вот, это движение, да, рабочих. Вот, считаете ли вы необходимым теоретически подготовить работников к профсоюзным... А, ну, да, ну, теоретически, понимаете, тоже, ну, как бы, учиться, да, конечно, это хорошо, но, можно так, знаете, тоже, вот, я буду учиться, читать, изучать, а делать, когда вот изучу, там, полностью, да, вот, всё, всё буду знать, тогда вот буду... Нет, так тоже не пойдёт, потому что, ну, никогда нельзя узнать всё, всё равно, вот, всё равно, когда, когда идёт практика, оно быстрее идёт, учёба, оно, как бы, и укладывается лучше, и, ну, в общем, одно без другого не... не существует, да. Как вы считаете, будут ли способствовать... Сейчас... Ну, а, нынешняя обстановка в стране в борьбе за кол-договор? Ну, я думаю, что нынешняя обстановка в стране, она будет способствовать борьбе за кол-договор, потому что, ну, это же положение ухудшается, то есть, люди ищут, ищут выхода, ищут выхода, да, ну, потому что дело-то серьёзное, ну, это самое, пойдёшь в магазин, посмотришь ценник, и посмотришь свою зарплату, как в прошлом месяце, там, вот, такая же зарплата, как и в этом, а цены уже другие, а как жить-то, в общем-то, это сама жизнь подталкивает к тому, чтобы искать выхода, вот. И выход, вот он есть, пожалуйста, вот, товарищи, выход есть, вот, и, конечно, это будет, будет способствовать борьбе. Так, значит, какие аргументы против борьбы за кол-договор вы чаще всего слышите в своём коллективе? А, против борьбы. Против борьбы, ну, ну, что, да, бесполезно, типа, да, да ничего не получится, там, да, это самое. Ну, да, такое, или просто, как бы-то, ну, просто люди, честно, а, ну, ладно, ясно, ясно, ну, как бы, ну, не хотят, то есть, это самое, особо вникать вот это, во всё это, ну, я не знаю, ну, то есть, лень, это или аргумент, это или что, это просто, ну, какой-то вот, ну, лень, наверное, или, не знаю, лень, мне кажется, апатия какая-то вот у людей вот к этой борьбе, неверие, собственные силы. Опять же, не знают, вот, успехов, да, что, вот, возможно добиться, вот, что, вот, есть же, есть же примеры положительные, вот, не знают об этом, вот. Как кол-договор может решить проблему безработицы в России? Значит, ну, вот, опять же, я говорю, что вот эти положения, они могут согласование, да, с профсоюзом, то есть, тех положений, которые, вот, касаются увольнения, сокращения, то есть, да, вот, эти моменты должны быть четко прописаны, особенно, вот, сейчас, да, вот, в наше время непростое, вот, и, конечно, вот, опять же, мы возвращаемся к кол-договору, это, вот, наш инструмент основной, который поможет, поможет рабочим сохранить свои места рабочим. Все, вопросы закончились, есть записавшиеся на выступление. Товарищ Мигранов, пожалуйста, напоминай, до пяти минут. Я хотел бы дополнить эту лекцию таким, тем, что борьба за заключение коллективного договора, это уже нормальная международная практика. Недавно, буквально в январе, в Голландии объявили забастовку на заводе Ханекен, из-за того, что переговоры по заключению кол-договора зашли в тупик. Вот. Также у нас в России 19-го, 20-го марта прошел Российский комитет рабочих, по итогам которого рабочие делегаты обязались в двухмесячный срок составить свои проекты прогрессивных коллективных договоров по своим предприятиям. А это уже десятки предприятий по всей стране. И это только те, кто участвовали. А обязаться-то могут не только участники этого РКР, но и те, кто его смотрели. Те, кто готовы бороться. Надо понимать, что борьба за... А, забыл еще сказать, что они не просто обязались составить свой проект, но подготовить выжимку и начать уже в коллективе обсуждение и сбор подписей за борьбу за его заключение. Вот. Но хотелось бы отметить такой момент, что борьба за заключение прогрессивного коллектива договора – это борьба на перспективу, это борьба за улучшение своего положения. Но рабочие должны не только в будущем, когда-то думать, что поборются, они сейчас уже должны бороться за сохранение своей жизни, своего здоровья. А что это значит? Вот пока идет подготовка к коллективным переговорам, пока идет подготовка к своего проекта коллективного договора, надо не допускать работу в вредных условиях, на неисправной технике, не соглашаться на переработке. Ну, по-другому никак не сохранить свою жизнь, если только не сокращать свое рабочее время и тем самым уменьшать работу во вредных, тяжелых условиях, которые на самом деле и сокращают жизнь рабочих. Ну, вот, в принципе, и все. Спасибо. Большое спасибо за лекцию. Спасибо. Кошкина, коллега Сергеевна, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Хотелось бы добавить к началу лекции материал. Ну, вот, в прошлом году мы считали стоимость рабочей силы по Екатеринбургу и по Ишимбаеву. Это в Башкетире город. И цифры получились такие примерно. 360 тысяч – это Екатеринбург и 250 тысяч – Ишимбаев. А теперь, значит, Центробанк поднял ключевую ставку. Соответственно, так называемые банки пересчитали процент. Вот. И в связи… А, еще цены повысили, да. И вот с этими новыми данными был расчет совсем недавно по Перми. И там вышло 500 тысяч. 500 тысяч. Полмиллиона. На одного человека. Нет, не на одного. На семью. А. В смысле на… С одним работающим. Да. Ну, в смысле, да. С одним работающим, то есть на семью. Да. То есть, вот такие цифры. Просто обратите внимание. Ваня Кузнецов, пожалуйста. Да. Ну, товарищи тут говорили о семинаре. Я только сам приехал с него. Да. Действительно, одним из вопросов, значит, которым там занимались, это был вопрос о прогрессивном коллективном договоре. Как его составлять. Ну, они этими вопросами занимаются уже очень давно. Наверное, лет десять. И они набрали, в общем-то, большой такой опыт, как составлять этот прогрессивный коллективный договор. Вот. Ну, товарищ Шилов, в общем, в целом он все правильно рассказал. В принципе, он передал то, что говорят, обычно говорят там вот у них на семинаре. Да, именно так вот и нужно составлять коллективный договор. Но, понимаете, если я вот сейчас работаю на Кировском заводе, и если я сейчас приду и завтра спрошу, ребята, а что такое коллективный договор? Ведь далеко не все мне ответят, что это такое. Вот в общем дело. Все ведь зависит от уровня, так сказать, политической зрелости людей. А там у нас в основном работают люди-приезжие, которые приехали вот в Ленинград на заработки. Им не интересен этот коллективный договор, им интересны деньги, за которые они готовы работать сколько угодно. То есть вот такая вот обстановка там. Но, тем не менее, конечно, людям нужно ходить, нужно разъяснять, что это такое. Вот. В свое время я работал на Ленинградском металлическом заводе. И там, в общем-то, вот эти ФНПРовские профсоюзы со своим руководителем, они, в общем-то, составляли коллективный договор, где было много прописано, было много различных льгот, много, так сказать, уделено место техники безопасности, но о зарплате там почти ничего не говорилось. То есть вот когда, ради чего, собственно говоря, составляется этот коллективный договор? Коллективный договор, ради зарплаты-то это и, значит, составляется. В коллективном договоре должны быть статьи о том, что администрация регулярно, допустим, раз в квартал, обязуется повышать заработную плату. Чего она, кстати, никогда не делала. Вот. Но, причем, когда вступаешь в переговоры с администрацией, тебя нужно брать по максимуму. Если вам нужно, чтобы она на 5% повысила, надо требовать, чтобы они дали 10%, потому что вы потом, так сказать... Потому что если потребуешь 5%, он на 2,5% будет повышать, если он будет повышать. Потому что вот, например, у нас на Ингарском металлическом, на этом, на Кировском заводе, где я сейчас работаю, недавно начальник цеха нас обрадовал, сказал, что, ребята, вам в апреле поднимут зарплату. Я спросил, на сколько? И он промолчал. Вот так. То есть, вот это вот повышение зарплаты, это же всего лишь, так сказать, восполнение тех потерь, которые мы имеем в результате вот этой инфляции, повышения цен. Это, в принципе, уровень жизни-то нужно такую зарплату, повышение зарплаты такое добиваться, чтобы оно действительно повышало уровень жизни работника. Вот. Ну что, вот сам по себе, конечно, коллективный договор, но это всего лишь одна из форм классовой борьбы. Эти форм классовой борьбы очень много, но без него, в общем-то, на предприятии, сами понимаете, очень трудно. Сколько не повышая заработную плату, рабочим от этого не будет, лучше не будет. Почему? Потому что буржуазия, как только повышается заработная плата, буржуазия тоже поднимает цены. То есть это, получается, такой бег по загнутому клубу. Это сами вот, рабочие глазки. То есть, ну, сами понимаете, нужны более, чтобы это прекратить, нужны, сами понимаете, более радикальные меры. Какие? Ну, люди умные, да думайте сами. Все. Спасибо. Спасибо. Товарищ Сверянец. Замечательным было выступление товарища Негранова. Простите, если я отрепутала фамилию. Он указал на значение международное уже коллективных договоров, но он же отметил и их ограниченность. Замечательно было сказано, что когда они уже составлены и за них борются, то остаются проблемы зарплаты. Товарищ Кошкин потом выступал и говорил о тех, которые должны быть зарплаты. 360 тысяч, 250 тысяч. Когда будут зарплаты такими, как нужно, условия работы такими, как нужно. Вы говорили о том, что время работы такое, как нужно, зарплата такая, чтобы повышало уровень качества жизни. Когда это все исполнится? При коллективном договоре они заключаются и 30 лет, и раньше, и во всех странах. Вы сами сказали о Голландии, и ФРГ, и во всех странах. Это исполнится только тогда, когда политическая власть рабочих будет. Когда государство диктатуры пролетариата вернется, которое было всего 30 лет тому назад. Это фантастика? Его, может быть, не было? Может быть, ничего не было 70 лет в истории? Кто же нам навязал другие условия существования? Кто этот такой важный, который сказал, так будет, и все с этим согласились? Нельзя ли вернуть все обратно? Кровью и стрелянием мы так боимся? Может быть, по-другому. У нас другой тип государства должен быть. Власть рабочих должна вернуться. Все перепугались власть рабочих. Как это мы будем управлять предприятием? Мы же неграмотные. Менеджер, директор. Ну, как мы будем управлять? И менеджер, и директор будут наемными рабочими у государства рабочих. Они будут такими же наемными рабочими, как и рабочие. И прибыль не будет складывать частник в карман, а пустит ее на зарплаты рабочим, на уменьшение рабочего времени, на улучшение условий труда, и на школы, и больницы, и на много чего останется, потому что прибыль не будет складываться в карманы частного собственника, а будет у государства рабочих. А суть произошедшего перемены 30 лет тому назад – возвращение частной собственности. И вы с этим смирились, рабочие? Казахстан показал, как можно уговорить частных собственников. Государственное, я вынужден вас прервать. Тема у нас – борьба за прогрессивный коллективный договор. Ваши вопросы. Спасибо. Заключите слово. Борьба рабочего класса – это заключение прогрессивного коллективного договора. Договор – это, в общем-то, только начало. Начало борьбы, которая, по идее, должна перейти в другое качество. Общество наше должно в процессе этой борьбы перейти в другое состояние, формацию. Это научно обосновано, доказано практикой. Поэтому, вот, хочется сказать, что, вот, перед тем, как произошла октябрьская революция, да, в 17-м году, ведь, кто заключал первый коллективный договор на бакинских промыслах, да? Под руководством товарища Сталина заключался этот коллективный договор. Вот, и спустя, там, небольшое время, да, 13 лет, да, а перед этим еще первая русская революция, да, то есть это же все связано, взаимосвязано. Вот, как можно иметь, значит, советскую власть без советов, а, или, ну, без советов по своей сути, не по форме, да, можно назвать советами все, что угодно, да, и вот у нас сейчас советы тоже есть, но советской власти нету, диктатуры пролетариата нету, вот. Вот, а это логическое, то есть продолжение, вот, развития, да, то есть к этому рабочий класс должен прийти, вот, прийти к тому пониманию, что, да, мы улучшили свое положение, вроде получше стало там как-то, вот, можно это самое, только расслабились, хоп, у нас опять, через, опять Новый год там, опять тебя наподняли, и все то же самое, вот. Ну, опять же, это, это нужно пройти через это, и очень важно, что, если мы говорим о власти, да, рабочих, рабочих, то есть как рабочие, если они не знают, как составляется договор, если они ничего не бом-бом, как бы в этом самом, вот, в управлении, да, в управлении предприятием, в управлении, то как, как можно, вот, говорить о управлении страны, если люди не научились наводить порядок у себя на заводе, а об этом не может быть и речи, нам не нужна такая власть людей, которые не имеют опыта борьбы за, которые не прошли через забастовку, не имеют опыта борьбы за заключение коллективных договоров, я против, ее не будет, да, я против такой власти, чтобы дилетанты управляли, значит, страной, а вот человек, который прошел школу профсоюзной борьбы, который с товарищем плечом к плечу, значит, боролся, да, значит, за это, за свой, за свой завод, за свое предприятие, за свое положение, вот такому человеку можно доверять, такому, да, вот, управлению и государству можно доверить, вот, поэтому, товарищи, этот этап необходим для рабочего класса России, этап прохождения забастовки, заключения коллективного договора, необходим для развития развития нашей страны, экономики страны, вот, и укрепления власти рабочих, вот, во всем мире, спасибо. Спасибо, Иван Дмитриевич. Так, значит, встречаемся мы в следующий четверг, 31 марта, тема занятий Гегель и Маркс, видеозанятие секретарь комитета Ленинградской организации РПР Назара Дмитриевич. Ну, спасибо.